Ну что ж, дамы и господа, это очередная серия Стальных Монстров-Союзников, и я бы сказал, что она внеплановая. Достаточно долгий перерыв между выходом серии наметился на канале, так что надо его чем-то заполнить. Да и давно я не выпускал самих Стальных Монстров. У нас здесь ночная атака на Сайпан. Кстати, отличная возможность посмотреть, как выглядит игра в ночной битве, как выглядит ночная перестрелка кораблей. В общем, исторически проходившие морские сражения в темное время суток это отдельная интересная тема. Это применение радаров, это малая дистанция. Имеется в виду, конечно, Вторая мировая и война между Японией и США вообще. А именно отдельные эпизоды в ходе Второй мировой войны. Ну, здесь я пытаюсь как-то увидеть свой флот. Не знаю, вы его видите или нет, я с трудом различаю. Можно сказать, только по маркерам вижу флот. Ну, вот они. Тяжелые крейсера, как-то их надо расставить. Попытаться. Ты у нас кто? Это кальера, это наша эсмитца. Это тот самый усиленный флот тяжелых крейсеров. Вернее, даже не флот, а дивизия. И вот сейчас она будет участвовать в очистке финальной атаки на Сайпан. Финальной атаки против советских сил. Ну, вот как-то так надо расставиться. Этот фланг, ближайший к противнику, займут эсмитцы. А крейсера пойдут во Второй линию. И надо корабли развернуть как-нибудь в другую сторону. Но надо вспомнить, как это делается. Мда. То ли Ctrl, то ли Shift надо зажимать. Вот это я не помню. Зажимайся! Так. Вот так вот разворачивается вся группа. А есть еще разворот. По отдельным отрядам. Надо вспомнить, на какое сочетание клавиш он проводится. Так. Так. Правый контрол. Ну, придумали же. О! Вот так. Развернул я корабли в ту сторону. А секунду... Совсем забыл я, что с прошлой серии, с записи финальной серии, с последней серии, посвященной гальской компании, цезарю в Галии, я забыл включить курсор. Так как там я на финальных съемках, которые были на самом деле всего лишь неделю назад, я там курсор выключил. А сейчас забыл я его включить. Ну что ж, эту оплошность я вроде бы... Из правила сейчас у нас пойдет атака на остатки флота Советского Союза. Здесь, в основном, сторожевые корабли. Вот как-то так их можно увидеть. Вот цвет их полной луны. Ну, знаете, как-то очень-очень слабо луна светит, неправдоподобно. Поскольку у меня основное... Ну, не совсем основное, а одно из... Любимых занятий это астрономия. Одно из моих хобби. То об освещенности полной луны я могу судить достаточно уверенно. В принципе, она дает такой свет, что вся эта группа должна выглядеть гораздо более освещенной. Я бы сказал, что... Вот такая освещенность, это скорее ближе к... Это даже меньше, чем четверть, если лунного диска будет освещена. То есть, меньше половины. Фаза-то называется четверть, а вот... Освещена половина диска. В это время. Ну вот, по освещенности это примерно так и выглядит. Хотя фон засветки неба похож на полная луния. Но это такие мелкие придирки. Тут, кстати, надо бы ускориться, а то это сближение займет просто вагон времени. А вот уж сильно утруждать вас просмотром всей этой слопочной фазы боя я не очень хочу. Ну и что бы я хотел в этой серии сказать, о чем сообщить, о чем поведать. Во-первых, Аттила. Эта серия записывается как раз в момент выхода игры. Так что, скорее всего, вы ее увидите где-то дня через 2-3. Когда я вовсю буду разбираться с игрой, пытаться понять, как же в нее играть. Во-вторых, по ходу серии я бы хотел показать не очень визуально красивую, но достаточно интересную технически сделанную вещь, такую как высадка десанта. И также у нас будет финальная фаза атаки подводных лодок, расположенных в Петропавловске-Камчатском. Совершил я такой же ночной налет на Петропавловске-Камчатске, как ни странно. Из 10 субмарин, которые там находились, я утопил в ночной атаке целых 8, чему сам был весьма и весьма удивлен. Так что там осталось только 2. И этим финальным уничтожением. Подводных сил Советского Союза я бы хотел завершить военные действия против Советского Союза в этой войне. За захват Дальнего Востока. Так что эта серия последняя перед началом атаки на США. Увидимся мы уже только через 2 месяца по игровому времени. Непосредственно перед началом войны, когда я уже начну отправлять свои подводные лодки, свои ударные силы, к базам США для внезапной атаки. Вообще, внезапные атаки это такой конёк, такая характерная фишка. Для японских сил, для всех японских войн. Та же самая русско-японская война в этой серии, я чуть-чуть её затрону. Она также началась с внезапной атаки японцев на Порт-Артур. Вообще, вся русско-японская война, она идёт в свете тоже довольно знаменитой попытки революции 1905 года. И в тех же самых трудах советских историков, да и не только историков, она имела ярко выраженную политическую окраску. Вплоть до того, что чуть ли не агрессивной атакой империалистической Российской империи она представлялась. Но нет, всё-таки стоит отметить, что агрессором и инициатором войны была Япония. Ну и здесь я хочу остановиться на этом чуть-чуть поподробнее. Конечно, это будет не совсем полная историческая серия, не совсем полная повествование. Но всё-таки хочется затронуть этот момент, пусть и не подробно, но именно в этой серии. Потому как она, ну скажем, не совсем полностью посвящённая будет исторической части. Так что условия вполне подходящие. Итак, вспомните позапрошлую серию Стальных Монстров, где шла речь о битве при Ялу, но ещё в прошлой серии я заканчивал повествование об этом сражении. Война между Японией и Китаем. Она имеет самое непосредственное отношение к русско-японской войне. Собственно, сами итоги Японо-Китайской войны стали предпосылкой к войне русско-японской. Итак, проиграл Китай войну с Японией. Разгромно проиграл, потерял флот в осаде своих портов совместными силами японского флота и армии. Потерял территорию Кореи по условиям мира. Перешла вся эта территория к Японии. Что очень усилило эту страну с политической точки зрения. Как на это отреагировала Европа? Нового конкурента им, конечно же, не хотелось заиметь. Поэтому, что происходит? Германия. Франция. И... Российская империя. Ну, они устраивают что-то вроде политического давления, что-то вроде санкций. Давят на Японию в основном с военной точки зрения. Грозят Японии войной. Если она, скажем так, будет агрессивно себя вести... Короче, отобрали у нее часть территорий. Оказали политическое давление. И... Часть территория отошла к... Российской империи. Тот же самый Порт-Артур отошел в зону контроля. Российской империи. Там была основана военная база. Ну, и типа, Российская империя охраняла Китай от японцев. Ну, там, понятное дело, были замешаны территориальные претензии. Те же самые рынки. Как раз переход, рубеж между веком XIX и XX экономикой играет все большую и большую роль. А Китай... Китай в это время попелен полностью, можно сказать. Япония, Франция, Российская империя, Великобритания, конечно же. Все лезут в огромный Китай. Всем нужны его людские ресурсы. Огромнейший это рынок, конечно же. Ну, и источник сырья. Тут отдельно могу вам намекнуть погуглить опиумные войны между Великобританией и Китаем. Отдельный весьма интересный эпизод. Очень и очень колоритный, я бы сказал. Ну, давайте я пока тут втыкусь, посмотрю на само сражение. На то, как горят советские корабли под обстрелом. Ночь, луна, пожары на сторожевых кораблях. Взорвался боекомплект юнита сторожевой корабль «Шторм». Вот никогда мне не нравилось англоязычное название «Юнит». Да, конечно, оно устоявшееся, но я бы... Всё-таки использовал более русскоязычный, хотя и достаточно неуклюжий термин «боевая единица». Хотя сам я признаюсь, что... Что в некотором смысле грешу. Этим названием «Юнит» не всегда просто вспоминаю. Словосочетание «Боевая единица». Да, оно более сложное, но более красивое, интересное, на мой взгляд. И правильное. Ну, массовые пожары. В советском флоте, ну, просто чудовищный обстрел. Там включились все наши крейсера, все наши эсминцы. Вся линия ведёт равномерный плавный обстрел противника «Юнит» «Комсомол». «Жемчуг», «Жемчуг». Тут, кстати, вспоминается сразу «Русско-японская война», «Крейсер Жемчуг». Насколько я помню, он там был. Все отсылки. К этому идут та же самая «Аврора», но по политической ситуации. Продолжу я. Что ещё можно сказать? В принципе, если вы посмотрите по датам, сколько времени прошло между «Битвы при Ялом» и «Русско-японской войной»? Всего лишь 10. Стоит отметить, что за это время кардинально. В очередной раз, я бы сказал, поменялось. Концепция морских сражений, та же «Битва при Ялом» дала толчок к развитию конструкторской мысли и воззрения адмиралов на ход морского сражения. На таран уже мало кто надеялся. Все пытались как-то увеличить дальность орудий и их точность. Тенденции развития вооружения и бронирования явно намекали, что бои будут идти на достаточно больших дистанциях. Так что возникла необходимость увеличивать точность перестрелки, чтобы попадать на больших дистанциях. Поэтому требовались новые виды вооружения, новые корабли, новые конструкторские схемы и даже новые, более мощные орудия. Потому как стало понятно, что чем больше у тебя орудий, тем круче у тебя корабль. В этом смысле стоит отметить такой важный момент, как время обновления флота. И вот как раз 1870-1950 годы это очень напряженный момент в плане того, как эволюционировал флот в этом промежутке. Особенно стоит отметить начальный этап этого периода, это 1870-1910 годы. За 40 лет постоянно менялась концепция морского боя. От битвы при Лисе, где господствовал таран, где слабые маломощные пушки не пробивали броню. К итогам Первой мировой войны постоянно менялись концепции кораблей. Постоянно менялись воззрения на то, как они должны действовать. Фактически каждые 7-10 лет построенные корабли устаревали. И бедная Британия, бедная Франция, частично бедная Германия, ну в кавычках бедная и Россия, и Италия, вынуждены были постоянно перестраивать свои корабли. Списывать старые, строить новые. Денег на это уходило просто нереальное количество. Причем, стоит учитывать, что чем дальше, чем более современнее были корабли, тем они были больше, тем дороже стоили, тем дольше строились. И потребляли больше ресурсов. Сравнить первые броненосцы и первые дредноуты. Немножко зацеплю я в этом видео дредноуты, но подробнее о них, конечно же, я расскажу потом. Уже по повествованию, посвященному Первой мировой войне. Так вот, сравним первые дредноуты и первые броненосцы. Это огромное различие в размерах, огромное различие. Даже во времени постройки. Конечно, стоит отметить, что классические морские державы, те же США и Великобритания, они имели огромнейший опыт строительства. Корабли очень быстро их закладывали. Достаточно сравнить время постройки броненосцев в Российской империи и в той же самой Великобритании. Великобритания спускала на воду броненосец за полтора года, Российская империя за пять лет. За пять лет, извините меня, менялась концепция морского боя, менялась сама техническая схема. Это достаточно большой промежуток для того времени. И броненосцы просто устаревали за то время, пока их строили. Это вот особо чувствуется на примере российских флотов, на примере российских кораблей. Не всех, но многих. Зачастую они устаревали еще на этапе постройки. Ну, стоит отметить, что это были не только российские корабли, в некотором роде это касалось даже британских. Потому как британцы иногда вредили сами себе, в кавычках, можно сказать. Ну, понятно, что островная держава эта должна была поддерживать свой флот. В лучшем виде, чем все остальные державы того времени. Строить самые большие корабли, самые мощные. И иметь их больше, чем все остальные страны. Так что нагрузка на экономику, на промышленность Великобритании в этом смысле была очень и очень велика. Ну, это, скажем так, медаль с двумя сторонами. Нагрузка на промышленность это и в некотором смысле положительная вещь. А чем мощнее экономика, тем сильнее страна. Ведь, ветер же с наполеоновских войн с начала века 19-го и даже еще раньше рулит не просто численность армии, не просто богатство страны, а именно экономическая мощь. То же самое противостояние между Англией и Испанией стоит вспомнить. Испания была очень богатой страной за счет американских колоний. Огромные источники золота, серебра не получали, но все это серебро и золото убило просто напрочь экономику той же самой континентальной Испании. Потому как было проще купить что-нибудь у соседей, чем производить. Золото было дофига привезенного из-за моря. В том числе Великобритания выросла на испанском золоте, а затем эту самую Испанию сокрушила. Но вот уж совсем не отвлекся. Конечно же, характерная такая для меня черта это уже. От русско-японской войны к колониям Испании в Южной и Северной Америке. Тут надо бы еще вспомнить Панамский канал, наверное. Это будет совершенно не в тему, да. Ладно, ладно, все. Демо остановись, русско-японская война. Думай по теме, не отвлекайся, ну и следи, чтобы тебя ничего не утопили. Так, это у нас что? Циолковский комсомол. Это у нас транспортник стоит. В тени его фиг разглядишь. Так, русско-японская война, все внимание на нее. Что там осталось в принципе? А, ну... Да. Значительная часть приобретения Японии в ходе войны отошла к России, которая, можно сказать, типа защищала территорию Кореи и Китая. Ну, посмотрите по карте на ту же самую территорию Китая, где находится Порт-Арту. Наверное, я вставлю в видео маленькую карту с изображением того, где именно находится Порт-Арту, чтобы вы могли видеть, как далеко простирались интересы Российской империи и где тут находится сама Корея, за которую была война между Японией и Китаем. Ну и где находился сам Порт-Артур. В принципе, легендарный порт для всего Российского флота. Он, кстати, на карте показан, в принципе, на стратегической карте стальных монстров. Так что, а, да, действительно, вот просто не буду я ставить картинку, чтобы вы досмотрели эту серию хотя бы до середины, хотя бы часть из вас, которая уже досмотрела до сюда, но я знаю, что действительно есть настоящие фанаты, настоящие верные подписчики, которые все видео смотрят полностью. Спасибо им за это. Не всем нравятся стальные монстры, но ради аудитории, которая смотрит именно их, я и выпускаю в том числе эту серию. Ну так вот, получает в Порт-Артуре базу. А российский флот получает эту территорию, так сказать, под охрану, но это Японию очень огорчает. Настолько, что она начинает готовиться к очередной войне, к войне с Российской империей. Десять лет проходит между Японо-Китайской и Русско-Японской войной. За это время, как я уже говорил, успевает устареть морально множество из японских кораблей, да, из тех, что участвовали в Японо-Китайской. И их мы не увидим. В основном, в будущем Цусимском сражении. В осаде Порт-Артура, конечно, я на них сделаю особый акцент. Покажу, кто из героев битвы при Ялу, чем занимался в ходе русско-японской войны. Но в основном построены уже другие корабли и другие могучие боевые единицы будут действовать, сражаться и гибнуть в сражениях при Цусиме и обстреливать Порт-Артур, подрываться на минах и страдать от обстрела. Да. Как-то меня на пафос пробило. Так, что у нас, кстати, осталось на поле боя? А, один-единственный транспортник. Всё, подходит битву к концу. Да и, в принципе, по предпосылкам русско-японской войны я всё сказал. Территории, которые Япония считает своими, находятся под контролем Российской империи. Активно Япония обновляет свой флот, готовится к новым войнам. К чести российского командования стоит отметить, что и оно готовилось к новой войне, обновляло флот броненосцев. Достаточно передовым на то время он был, но почему Российская империя потерпела поражение в русско-японской войне. Это отдельная тема для... В следующей серии... Для следующего исторического повествования. Ну, а на этом я такое введение закончу, пожалуй. Ну, а здесь осталось досмотреть, как мужественный транспортник Советского Союза... Утопили негодяи, утопили, ё-моё. Эсминец утопили, береговые батареи утопили, эсминец, да. Я вот даже... Даже берег толком не вижу. Это ПВОшки, да. По нам береговые батареи лопит. А мы лупим по транспорту. Ну, вот он уже измочален полностью. Разрывы, разрывы, пожары. Что у него? Одно носовое орудие осталось. Обидно. Обидно, что утопили. Давайте, ребят, с кормовых орудий его обработайте, отступайте в море. Он так и так утонет. Но вот потерять эсминец на такой пустяковой операции... Совсем забыл я с этим разговором. О... О... О русско-японской войне. Об опасности береговых батарей. Ну вот, получал он, наконец, пробоины. Ниже в отравлении, наконец-то пристрелялись... Наши славные японские моряки. Ну, здесь выбит весь экипаж, выбиты все двигатели. Обширные повреждения котельных. Ну, сейчас он утонет, и нам остается... ...только отступить всем флотам. Напоследок еще... ...сделает наша флотилия. Пару залпов по береговым укреплениям. Ну, а хотя... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой-ёй-ёй. Да, несколько пробитий ниже в отравлении в тяжелый крейсер. Тяжелый крейсер, на котором находится Адмирал. Ой-ёй-ёй-ёй. Ладно. Сейчас они, в принципе, потеряли наведение на... ...наши корабли. С судов противник вел... ...корректировку по нашему флоту. Так что сейчас... ...у них корректировщиков нет, и стрелять по нам никто не будет. Что дает нашему флоту возможность отступить? Ну, в принципе, удержали-удержали корабль на плаву. Японские моряки достаточно опытные. Трелычки больше здесь не бывает. Больше, чем трелычки опыта. Ну и на этом моменте... ...эта битва заканчивается. Дальше у нас... ...атака на подводные лодки... ...и уже высадка десанта.